Для Петра Александрова тренажерный зал как второй дом. Неизменно уже более 20 лет он несколько раз в неделю тягает железо и совершенствует свою физическую форму. Совсем недавно он вернулся из Брянска, где состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу спорта слепых. В троеборье Петр весовой категории до 90 килограммов завоевал золотую медаль с результатом, который позволил ему выполнить норматив названия мастера спорта. Теперь Петр восстанавливается после соревнований. В зависимости от периода, то есть на подготовке более интенсивной, на межсезонье менее интенсивной, потому что нельзя быть постоянно в форме. Это существует пик формы, это предсоревнование, на пик формы, на силовые результаты выходишь. И в межсезонье там уже силовые немножко забавляешь. Такой мощный и силовой вид спорта Петр совмещает с очень нежной и аккуратной работой. Здесь работаю в отделении, реабилитации, делаю детям массаж. Для детей много сил не надо, это же дети. Весь тренировочный процесс Петра контролирует его наставник Леонид Горжа. Он разрабатывает для него программу, которая помогает спортсмену выходить на пик формы к соревнованиям. Леонид отмечает, по работоспособности и ответственности Петр самый настоящий профессионал. Наверное, это больше человеческий фактор, хотя до ограниченной возможности человек сподвигает как-то на то, чтобы самореализация, утверждение в жизни, доказать что-то самому себе. Это занимает далеко не последнее место. Волевой настрой, отдача и прочее, прочее. Петр молодец, он, еще раз повторю, правильно относится к тренировочному процессу, не допускает ненужных каких-то вещей. Такой ответственный подход к делу и помогает добиваться высоких результатов. Впереди у спортсмена серия медосмотров и подготовка к чемпионату мира в Грузии, на котором Петр планирует замахнуться на поднятие рекордных килограммов. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.